МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу сказать, что радио ГТРК Хакасия, радио России Хакасия, живет очень активно. Бытует мнение, что радио это тихий уголок, это такое место болотца. На самом деле это не так. У нас достаточно большой объем вещания ежедневно. Мы заполняем его максимально свежей информацией. Встречаемся с огромным количеством людей. Мы приводим сюда массу спикеров, записываем в студии, на выезде и так далее. То есть мы очень-очень активно живем сейчас. И вот этот термин старейшее радио, он, конечно, очень условный. Он только добавляет нам определенные ответственности, что мы не должны ударить в грязь лицом, мы должны сделать все на высшем уровне. Ну и, на мой взгляд, у нас это получается. Сейчас же много радиостанций есть, да, и они на FM-волнах, и они такие музыкальные в основном и легкие. А чем вы от них отличаетесь и какую нишу вы занимаете в поле радио-СМИ именно? Радио вообще занимает очень уникальную нишу вообще в медиа. Потому что с радио, по большому счету, все начиналось. Ну, я, конечно, не могу там перебить ее газеты, естественно, но радио – это первая электронная СМИ, которая начала широкое вещание, которая действительно охватила массовую аудиторию. И поэтому радио, да, радио – это вещь, которая всегда будет занимать вот эту вот самую нишу, нишу массовости. И мы, в общем-то, с достоинством ее выдерживаем, потому что охват вещания ГТРК, радио ГТРК Хакасии – это 98% нашей территории. Ни одна из других радиостанций не имеет такого охвата. Это первое. Второе. Мы, так же, как и телеканалы «Россия-1», «Россия-24», сейчас успешно вошли в первый мультиплекс. То есть нас можно послушать по радио, нас можно послушать по телевидению, нас можно найти в интернете, нас можно найти на сайте «Вести Хакасии» и слушать где угодно. Далее мы перешли на «ФМ-волну», и поэтому у нас так же можно слушать, сидя в автомобиле. Но мы остаемся разговорным радио, радио, которое беседует, радио с обеседником. Ну, мне кажется, никакая музыкальная станция на себя вот эту вот функцию взять, конечно, не может. Все-таки одно дело развлекать, другое дело заставлять думать, заставлять размышлять. А вот что вы предлагаете своему слушателю, кроме информации? У нас масса программ. Одна из главных, из важнейших наших программ – это «Бодрое утро». Она ежедневная, мы ежедневно выходим в эфир со свежей информацией. Выходит она в 7 часов 10 минут утра и продолжается до 5 минут 8. В эту программу мы включаем вот все, что сегодня злободневно и актуально. Это могут быть и сюжеты, это могут быть интервью, это могут быть звонки. Радио, кстати, в отличие от других средств массовой информации, достаточно мобильно, потому что для нас нет проблемы записать собеседника, находясь, который находится в другой точке, не знаю, республики и даже страны. И такие факты у нас тоже есть, когда мы связываемся с нашими людьми из Хакасии, которые выехали на какие-то соревнования, на какие-то межрегиональные мероприятия, уехали куда-то далеко. Мы связываемся с ними, они рассказывают о том, что видят, что слышат, что знают. И мне кажется, это очень здорово. Это, конечно, освежает наш эфир. Вот. Кроме «Бодрого утра» у нас есть достаточно много программ вечерних, авторских. Это уже люди делают, наши ребята, журналисты, опытнейшие. Это программы, которые действительно заставляют думать. Настроение, искусство быть собой, душевные передачи, я их так называю. Это программы музыкального плана, но те, которые не просто включают музыку, а включают информацию о тех, кто ее делает, о тех, кто ее пишет. И это наши люди. Люди, которые живут и работают здесь, в Хакасии. Это тоже очень важно. Кроме этого, у нас есть редакция национального вещания. Да, это тоже. Это единственная редакция национального вещания на радио, которая существует в республике Хакасия. Девочки у нас делают замечательные, уникальные передачи. Совершенно недавно была отмечена Надежда Тинникова специальным призом нашего конкурса журналистского «Вперед, Хакасия!» за создание программ на хакасском языке для детей и с участием детей. Вот представьте, какая узкая тема и насколько она важная для развития хакасского языка в нашей родной республике. Поэтому я считаю наш контент очень-очень таким уникальным и заслуживающим внимания. То есть вы стараетесь сохранить такую доверительную интонацию, да? Потому что радио, я вот помню тоже по своему детству, когда было проводниковое радио, и, конечно, я слушала наше радио, сейчас это ГТРК Хакасия. Вот, конечно, это был такой вот еще какой-то один наш житель нашей квартиры, да, с которым было всегда интересно, и это же и особые голоса какие-то были. Да, конечно, мы стараемся сохранять вот эту, если можно так выразиться, фишку, эту традицию. И даже есть в оформлении эфира некоторые традиции, которые идут с далеких времен, с нашего детства, я бы так сказала. Мы обязательно в начале часа представляем, что это радио Хакасии, сколько сейчас времени в Абакане, говорим о погоде. Все вот эти традиционные моменты мы соблюдаем, и, мне кажется, будем соблюдать и дальше ничего нового здесь и не нужно. Мы несем самую главную информацию, и поэтому должны быть немножко традиционными. Но в то же время, конечно, очень много нового. Очень много нового. Мы стараемся отвечать на запросы аудитории, хотя запросы аудитории, он бывает, конечно, достаточно разным. Но все-таки сложно, наверное, да, радио выдерживать конкуренцию с FM-радиостанциями. Еще плюс сейчас интернета бурно развивается, да, вот как здесь радио себя сохранить для будущего? Ну вот смотрите, я считаю, что по полочкам. Во-первых, FM-радиостанция – это станция другого формата, это совершенно другая ниша. Мы не можем быть конкурентами. Разговорное радио и FM-радио. FM-радио развлекает. Ну, не совсем верно, мы тоже теперь FM-радио, но музыкальное радио, оно развлекает. Наше радио призывает к разговору, к беседе, к размышлению. Это разные вещи. Тут все, наверное, зависит от настроения человека, да, который включает сегодня кнопочку на своем радио, что он хочет в этот момент. Ну, вряд ли тут может быть какая-то конкуренция. Интернет. Да, интернет. Когда-то, помните, было такое, напоминает мне вот этот вопрос, историю с театром. Когда говорили, а, все, появилось телевидение и кино, театру пришел конец. Но прошло с тех пор уже, не помню, сколько там, 60, несколько десятков лет, а театр живет и процветает, и мы знаем прекрасно, что он будет жить. То же самое происходит с радио. Да, есть сейчас некоторое, ну, я бы это назвала кризисом. У аудитории появилась такая мощная вещь, как интернет. И, конечно, все ее жадно начали осваивать. Но это не значит, что мы ушли куда-то в забытье. Нет, абсолютно искусственный интеллект, такой, как интернет, он не дает возможности размышлять и думать. Он надоедает. Он влияет немножко иначе на наше сознание. Поэтому я думаю, что у радио есть будущее. Обязательно. И оно будет развиваться. А вы чувствуете свою востребованность? Есть какая-то связь с радиослушателями? Может быть, даже из тех далеких уголков, где вообще принимает только радио ГТРК Хакасия, даже телевидение там не всегда показывает. Да, с радиослушателем мы стараемся, конечно, поддерживать связь, в том числе используя такие современные инструменты, как соцсети. У нас не сказать, чтобы слишком большое количество подписчиков, но они есть. И они позволяют нам ориентироваться в нашем контенте, в нашем наполнении эфирном. Мы выкладываем какие-то определенные вещи, отслеживаем статистику, смотрим, кто что больше слушает, что вызывает интерес, какая аудитория интересуется. Вот очень любопытно. Нас любят небольшие, маленькие компании. Нас любят, в принципе, молодые люди. Мы считаем свою аудиторию 40+, но в интернете очень активно на нас заходят люди помоложе. И смотрят, и слушают. Это заметно. Вот. Просто эти традиции немножко утеряны, и я думаю, рано или поздно они восстановятся, когда люди будут включать кнопку, чтобы послушать. Не посмотреть, а именно послушать. Вот. Поэтому связь с аудиторией определенная в этом смысле есть. И кроме этого, конечно, есть старый способ, это телефон. Мы в этом году наладили такой интересный обмен информацией с радиослушателями, как автоответчиковую. То есть наш радиослушатель может позвонить к нам в любое время. Ну, для чего это сделано? Предположим, вышла программа вечером. У нас последний эфир в 7 часов 10 минут. В это время, конечно, в студии уже застать кого-то сложно. У слушателя, если есть какое-то мнение на этот счет, он всегда может набрать автоответчик, оставить свои координаты, мы с ним свяжемся и всегда все обсудим. Очень активно пользуются автоответчик спросом, когда идут розыгрыши различные. И мы видим, что аудитория есть, и аудитория есть по всей республике. Ну, предлагаю напомнить все-таки свои координаты и в соцсетях, и на радиоволнах. Да. Где можно найти радио Катарка Хакасия? В соцсетях наши группы называются очень просто. Радио России Хакасия. А ФМ-волны, на которых нас можно слушать, можно посмотреть на сайте Вести Хакасия во вкладке радио. Там расписано подробно, где, как можно найти в вашем населенном пункте, да, в определенном. А самая большая аудитория – это Абакан и его окрестности. Тут нас можно поймать на 91 и 0 ФМ. Лена, я желаю вам, чтобы сегодня, и не только сегодня, но и всегда у вас были позитивные, успешные дни. И пусть слушатель будет предан вам. И несмотря ни на какие перипетии, включает волну радио Гатарка Хакасия. Большое спасибо. Я хотела бы поздравить всех своих коллег. И тех, кто работает на нашей радиостанции, и тех, кто работает на других. Они все равно являются нашими коллегами с этим праздником. И, конечно, призвать наших слушателей почаще быть с нами. Спасибо. 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 Спасибо.